Что же модно будет в этом сезоне? Поехали. Итак, самый-самый модный цвет 2018 года, не только сезон, а не стали лета, но и зима, это ультрафиолетовый. Существует индустрию понтона, который говорит, что в этом году, в прошлом году, кстати, был моден красный, в этом году фиолетовый. Ультрафиолетовый самый модный цвет вообще в этом сезоне. Вообще, если рассматривать индустрию моды, то, скажем, цветов связаны определенные с собой те. Поэтому всегда фиолетовый в истории костюма возникал в трендах тогда, когда был переломный момент. На самом деле, я думаю, что мы стоим на грани технической революции, третьей технической революции, и в этом, наверное, сейчас моде фиолетовый. Потому что, помните, как я волнуюсь и брат, бирюзовый свитер не просто так на вашем свитере. Это просто появилось когда-то у дизайнера, а потом это все спустилось до вас маркета. То же самое могу сказать про ультрафиолетовый. Он не просто так моден. Дальше. Ну, а сейчас основная цветовая гамма. Здесь калорично-желтый, о котором мы говорили. Цветы внутренних. Сейчас мы также о нем поговорим. Лавандовый цвет, самый модный в этом сезоне. Нежно-нежно-голубой. Конечно же, белый. Цвет мятый и темно-синий. Это, в принципе, цвет классики. Ну, а теперь о каждом цвете поподробнее, как говорится. Ну, опять-таки, существует огромное количество лавандового цвета. Начиная от нежного-нежного лавандного фиалкового и заканчивая таким цветом, ну, более темно-фиолетовым. Он больше относится уже к вечернему подклассу одежды. Опять-таки, он идет не всем, но вы обязаны в этом сезоне хотя бы купить себе сумочку фиолетового цвета. Или по-другому, что у вас должна быть на вашей углу фиолетового цвета. Ну, или какой-нибудь шарфик, обязательно что-то должно быть фиолетового цвета. Это действительно тренд, тренд, тренд. Вообще, я считаю, что тут последовать моде – это неинтересно. У каждой из вас должен быть определенный свой стиль. Чаще всего он приходит после 30 лет, когда вы уже знаете, что вам идет, что вам подходит, что вам не подходит. Но 30 лет можно играться, примерять для себя вещи, которые вам не идут, и так далее, и так далее. Но после 30 лет нужно себе сказать – да, остановись и пойми, что является твоими вещами. То есть вы уже четко понимаете свой тип фигуры, что вам подходит, да, как можно скрыть ваши недостатки, если у вас небольшая беда, просто одеваете свободную, допустим, рубашку или бруску, и тогда получается вот такой красивый сезон, главное, как в результате. Спасибо большое. Если у вас большая грудь, тогда вы не имеете права носить свободные силуэты, потому что вы тогда будете как матриона, как руква на самоваре, скажем так, да. Поэтому вам обязательно нужно подчеркивать так. Поэтому существует много таких правил, и чаще всего женщины это понимают после 30 лет. Но сейчас все-таки не об этом, мы все-таки возвращаемся к нашей цветовой гады. Следующий цвет, который также моден, это цвет мяты. Он, ну, не сильно идет плотинкам, хотя если плотинка подзагорит, очень даже подходит. Но этот цвет все-таки больше для брюнеток, шаттеров, для рыжих пестий, скажем так. Следующий цвет, который актуален, это цвет мудры. Вообще, женщины это зефилинги, которые хочется слушать сразу. Поэтому если вы идете на собеседование, на встречу, и вам нужно произвести правильное впечатление, как говорят преданцы, первое впечатление можно произвести один раз жизни, тогда это обязательно должен быть пудровый цвет. Если вы идете знакомиться с родителями своего мужа, поверьте мне, только пудровый цвет. Почему? Потому что когда вы заходите, этот цвет действует магнитически. Многие первые леди, а также женщины-поритики используют этот цвет против нас. Потому что сразу люди верят вам, когда вы в теплой цветовой гамме. Пудра, пудрый цвет, это идеальный цвет как раз для того, чтобы вам верили. Вы как нимфа на место, въезжаете, входите в эту комнату, и женщина-мать, вернее, вашего мужа, уже вас любит, обожает и ценит. Следующий цвет модный в этом сезоне, это небесно-голубой. Цвет утреннего неба, я бы так называю. Ну, опять-таки, прекрасно смотрятся в клетке Виши, да, все знают, что это самая модная клетка в этом сезоне. Крупная, мелкая и так далее, и так далее. Ну, и вообще, он идет в принципе всем. В зависимости от того, конечно, какой у вас цветотип, кому-то идет более теплое, тепло-голубой, кому-то нравится, кому-то идет по цветотипу холодный-голубой. Но это уже в зависимости от цветотипа, и какой у вас цвет кожи, и цвет волос. Следующий цвет, это когда лично желтый. В принципе, каждый цвет в моде минимум три сезона. Поэтому, если вы понимаете, что этот цвет, как фиолетовый, не только входит в моду, минимум три сезона он будет существовать. Поэтому сейчас это его первый сезон, поэтому можно его покупать однозначно в магазинах, потому что еще два-три сезона он будет минимум актуален. Это будет правильнее внести цель. Желтый цвет, он, скажем так, уже второй сезон популярен, поэтому в принципе еще следующий сезон будет актуален, и можно и это продолжать на сезоне. Ну и, конечно же, благородный, темно-синий. Его многие... Институт Пантон его назвал цветом сракасного моря, то есть такой глубокого, можно даже назвать, глубокого океана цвета. Вообще, это идеальная классика для офиса, и вообще, когда вы идете на деловые переговоры, как мужчины, так и женщины, всегда идеально, конечно же, жить в темно-синем цвете. Потому что в черных костюмах, ну, это только для каких-то официальных мероприятий, для свадьбы, разводов, пьянов, выпускных и так далее. Дальше. Ну и, конечно же, белый. Запомните, не было еще ни одного сезона вообще в мире, чтобы летом не был актуален белый цвет. Поэтому всегда покупайте белые вещи на распродаже, на скидках, во первой цене, они будут актуальны всегда. Этот цвет, этот цвет и эта вещь белого цвета простужит вам уже 10 сезонов, однозначно. Это правильная инвестиция. Купить вещь белого цвета, это все, что положительный, не в швейцарский парад. Потому что эта вещь будет работать на вас и на благо вас. Дальше. Ну и ткани модные в этом сезоне, да, темно-синитый дыр, лёд и хлопок. Сейчас все экзамены, как сговорились, говорят о том, что сейчас они только исключительно натуральные ткани. Но у этих тканей есть маленький минус. Можем дальше в следующий слайд. Почему? Потому что они натуральные, поэтому они очень хорошо бутутся. Поэтому когда вы стоите из автомобиля или когда вы стоите из-за стола, естественно, есть маленькая бомятость. Но помните, что итальянцы называют это итальянской небрежностью, поэтому это всегда смотрится красиво, дорого и изысканно. Опять-таки, Denim издает своих позиций уже шестой сезон подряд, шестой, и, судя по всему, он сдержался надолго. Потому что в ближайшие еще три сезона Denim будет также актуален. Сейчас в моде 70-е, 60-е, а это эра как раз Denim. Только если раньше был Denim актуален, рваный, в пятнах, травленный и так далее, то сейчас в моде Denim актуален Denim темно-синего цвета. И я говорю хвала дизайнерам. Спасибо, Denim, потому что благодаря этому цвету женщина кажется намного стройнее. Во-первых, когда она надевает джинсы, она володит минимум на 5-8 лет. Раз. Во-вторых, это смотрится красиво изысканно, и в-третьих, он стройнит, что немаловажно. Поэтому все вот эти вот джинсы, тертые, рваные, жатые, мятые, уже давным-давно не актуальны. Инвестирую в правильный Denim. Следующее, хлопок. Только натуральные ткани, только светлые цвета и только теплые цветовые дамы. Поэтому это правильная-правильная инвестиция. Следующее, лёвок. В нашей стране он никогда не был актуален, но сейчас все-все-все дизайнеры, которые в своих коллекциях, имеют льняные вещи. Ну, скажу честно, итальянцы, у итальянцев лёвок актуален всегда, потому что у них больше жарких детей, чем у нас, и так далее, и так далее. Поэтому давайте учиться ходить благородно красивых тканей. И вот тому подтверждение. Мне кажется, что идеально, когда мужчина идёт в белой и льняной рубашке, в сочетании с брюками-чиносами, но он сразу похож на руку Абрамовича, правда? И женщина, когда у неё красивое, просторное платье из льна, немножко помятого, это смотрится красиво, благородно и недорого. Особенно, когда вы в 40-градусную жару идёте по городу, или вы в этом же платье можете спокойно отдыхать на берегу моря. Это будет смотреться везде и актуально. Я всегда такие платья называю и в пир, и в мир, и в добрые люди. Ну, и опять-таки, это правильные инвестиции. Что касается принтов, то сейчас актуальное большое количество принтов, и сейчас я поговорю о каждой из них. Первая, назад. Первая, это полоска. Назад можно мне один слайд? Нет, никак. Ну, тогда я сейчас о каждом тренере расскажу поподробнее. Первая, клетка. Сейчас просто бум на клетку. Если в вашем контроле нет ничего клеща, то вы просто имеете право выходить из дома. Вот настолько сейчас клетка актуальна. Вообще, существует около 150 видов клеток. Опять-таки, если поднять историю костюма Британии, то они монополисты, скажем так, родоначальники именно клетки. Скажу вам честно, клетка будет в ближайшие четыре сезона еще актуальна. Поэтому клетку можно покупать. Но я, кстати, вот зашел и увидел уже, как минимум, человек шесть. Это то, что мне сразу оконяк, окажет, впало. А в брюках и платьях из клетки, да? И клетка виши, и вот девушка сидит в брюках клетчатых, у вас пальто клетчатая. Поэтому действительно клетка все больше и больше ее будет в этом сезоне. А в следующем осень зима это вообще будет обогиня. Просто будут все в клетке. Крупные, мелкие, какой угодно. Разные. Но помните одно святое правило. Чем больше человек, тем больше должна быть клетка. Меньше человек, меньше клетка должна быть. Обязательно, с помощью клетки можно делать себе фигуру. По краю по косой, и тогда она будет вытягивать из страницы. Поэтому здесь нужно уже играться в зависимости от вашего типа фигуры. Дальше. Ну, опять-таки, полоска. Как я уже сказала, она уже актуальна. Который сезон подряд, не сдает свои позиции. Но я предлагаю сочетать клетку с волоской. Это, ну, скажем так, такое нововведение. Можно и нужно сочетать эти несочетаемые фактуры. Это смотрится очень модно, остро модно и актуально. Ну, и помним, конечно же, святое правило. Мы ничего не выбрасываем из гардероба. Даже если уже что-то потом становится гермонимой, мы просто складываем шаплятку, потому что модуль сразу развивается по спирали. И через 3-5 лет, это обязательно войдет снова в модуль. Дальше. Ну, опять-таки, полоска. Только раньше полоска была более узкая. И, там, не знаю, более диагональна. Сейчас больше актуальна поперечная. Но я поспорю с этим, потому что поперечная полоска, она все-таки очень расширяет женщину. Поэтому разве что поперечная полоска актуальна, когда она вытягивает, вернее, расширяет, во-первых, часть гардероба, и грудь, кажется, больше в стороне. А здесь обязательно нужно то, чтобы что-то вытягивалось, скажем так. Дальше. Ну, и горох. Горох – это, в принципе, классика. Это дань в 50-60-х годах. Сейчас актуальна горох крупный, мелкий, какой угодно. Вообще, женщина в платье горошек – это просто, не знаю, мусор из имитых итальянских режиссеров. Висконди и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, я вам скажу, горошек, женщина в платье горошек – это просто ходячий секс. Это очень красиво, женственно и дорого. Что касается принтов, то в моде мелкий полевой цветочек. То есть, если раньше были какие-то модные, актуальные цветы, большие, объемные, то сейчас они ушли на второй план. И в моде сейчас именно вот такие мелкие-мелкие полевые цветочки. Они появились в последней коллекции Chanel, Stenoran, Dior и так далее. Даже таких классических брендов, от которых, скажем так, никто бы и не ожидал, если честно, вот таких вот нестандартных решений. Дальше. Ну и что касается… Мне здесь плохо видно. Можно я ответил, да. Что касается основных трендов – это оборки вообще. В тренде сейчас женственность, романтизм, стиль Мариантуанетте. Опять-таки, с помощью оборок можно сделать себе любую фигуру. То есть, если у вас не хватает здесь, задрапировали лучше себе блузу, и у вас вам не надо уже идти к классическому хирургу, потому что минимум третий размер другим вам обеспечен, да. Если вам нужно, скажем так, отвлечь внимание в отсутствие талии, размещаем лучше здесь, тем самым расширяя верхнюю часть картеровы, тем самым зрительно сужая вашу талию. Поэтому благодаря оборкам можно моделировать свою фигуру, в зависимости от того, как вам больше всего это нравится. Поэтому где надо уберем, где надо добавим. Дальше. Дальше. Рюкшевалан – это все одно и то же. Кружево. Ну, здесь вы скажете, удивил, подумаешь, кружево вот-то. В нашей стране оно вот-навсегда. Было, есть и будет. Это там у мировых дизайнеров, знаете, она то выходит, то входит в тренды. У нас оно актуально и всегда, потому что у нас женщин много в нашей стране. За мужчин нужно бороться. Ну, мужчин, вернее, женщин больше, чем мужчин. Поэтому у нас женщины всегда должны быть как сексуальные красивые кошечки. Они должны сразу сделать себе красивую укладку, сделать красивую макияж. Потому что, как говорится, даже если идут за продуктами в супермаркете. Потому что, кто знает, она выходит из супермаркета, а она ее судьба ждет. Поэтому всегда она должна быть во всеоружии, красивая, нарядная, в кружевом, красивом доме. Конечно, конечно. Следующее, что у нас актуально в сезоне лета, это шитье. Ну, опять-таки, это смотрится очень сексуально, потому что, благодаря тому, что там присутствуют такие маленькие дырочки, они задеваются подплатинник. Чаще его называют просто подкладку. На самом деле подплатинник, это как ходили наши бабушки, я не знаю, там, что как будто мамы ходили, которые задеваются подплатинник. Они также из лодковой ткани, натуральной ткани, и это смотрится на лето просто идеально. Идеальное соотношение цены и качества, особенно для сезона весна-лето 2018 года. Ну, и, конечно же, благодаря нашим вышиванкам, сейчас весь мир вышиванкам. Вот просто коллекции Валентинов, коллекции Дюрн, у всех, у всех сейчас аудио-европейских брендов, в моде, в тренде, наши украинские вышиванки. Поэтому, если раньше тенеры вдохновлялись японской культурой, бельгийской культурой, то сейчас они вдохновляются украинской культурой. Поэтому Украина, forever, она актуальна сейчас во всем мире. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наконец-то, мы даже в этот момент, когда нашей страной, нашей культурой доставляются все европейские бренды. Поэтому я очень горд тем, что живу в Украине и развиваюсь всегда в этой прекрасной стране. Ну, и, конечно же, также еще вышиванки присутствуют в каких-то элементах. У известных, видите, Зайверов и Клоэ, и Севин, и Эндрюй Джиэн, и так далее, и так далее. То есть, если не полная вышиванка, как я показывал до этого на слайдах, то хотя бы частично какие-то элементы. Ну, я уверен, что на день вышиванки все подготовились, каждый пришел на работу вышиванки, правда? Так, но скажите, вы понимаете, в Киеве у нас все были вышиванки. Просто выйдешь, и просто глаз радуется. Потому что раньше, когда, допустим, 12 лет назад я первый раз попал в Токио, в Японию, и я говорю, ну, почему у них люди ходят в кимоно? А наши люди никто никогда не заставит ходить вышиванка. Вот сейчас я дожил до этого момента, когда хотя бы один день в году все люди вышиванка. И это счастье.